США отказались поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем по итогам разговора американского лидера Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Турция в ближайшее время будет продвигаться вперед со своей давно запланированной операцией в северной части Сирии. Вооруженные силы США не станут поддерживать или принимать участие в операции, заявила Гришем. При этом представитель поддерживаемого Вашингтоном арабо-курского формирования Сирийские демократические силы, СДФ, Мустафа Бали пригрозил Турции тотальной войной, если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии. Турция, которая несколько месяцев назад ввела свои войска в Сирию и частично Ирак, оказалась в курдском котле. С одной стороны, США и Россия не препятствуют Эрдогану действовать в Турции, с другой стороны, ограничивают ее действия, словно толкая напрямую конфронтацию с курдами. В случае более серьезной угрозы для курдов со стороны Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, сказал сегодня пресс-секретарь президента ИРФ Дмитрий Песков. «Сейчас, когда закончилось формирование Конституционного комитета, когда намечены уже сроки проведения и так далее, очень важно воздерживаться от любых шагов, которые могут навредить делу сирийского регулирования», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, важно ли для России, если курды более активно начнут искать пути диалога с Дамаском в ситуации угрозы со стороны Турции. Таип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Ефрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией и сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев. В Кремле знают о приверженности Турции постулату по территориальной и политической целостности Сирии, о том, что территориальная целостность Сирии является, собственно, отправной точкой в ходе усилий по поиску сирийского урегулирования и во всех остальных вопросах, сказал Дмитрий Песков. Фактически США открыто заявили, что не будут поддерживать действия Турции, а Россия предупредила, что надо остерегаться нарушения прав курдов и территориальной целостности Сирии. По словам Пескова, в Кремле допускают действия Турции по обеспечению собственной безопасности. Между тем, США приступили к выводу своих войск из северных районов Сирии, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, комментируя недавний разговор с Дональдом Трампом. Вывод войск из Сирии будет означать для Турции репутационные потери и формальный отказ от экспансии и османских амбиций. С другой стороны, прямое столкновение с курдами в Сирии чревато, как говорят сами курды, тотальной войной в регионе. Чего добиваются США и Россия и согласованы ли их действия против Турции. Пишите ваше мнение в комментариях, и подписывайтесь на канал, чтоб не пропустили новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok